Святая святых Самарского института экспериментальной медицины и биотехнологий Банк тканей, где хранятся полученные и выращенные биологические клетки Пока в рамках экспериментов на животных Самарские ученые сейчас активно разрабатывают направление хондропластики Это методика лечения людей с заболеваниями суставов В частности спортивные травмы или возрастной недуг остеопороз Поврежденный сустав можно восстановить с помощью биологической массы Во всем мире используется лишь одна техника получения клеток из суставного хряща Собственного или донорского Самарские ученые доказали, куда эффективнее брать исходный материал из ребра Реберный хрящ не больной, а суставной хрящ, если есть суставоартроз Это больные клетки, а что можно вырастить из больных клеток? Только такие же подобные А мы выращиваем из здорового хряща гиалинного здоровые клетки Потом их пересаживаем Всю жизнь занимались инновациями и даже не подозревали об этом, говорят ученые Новый термин вошел в моду не так давно Но в сфере хондропластики самарцы уже предложили еще одну новацию Внедрять биологическую массу в поврежденный сустав не в виде геля Распределение которого довольно трудно проконтролировать Обживлять имплант из пористой костной ткани Губчатая ткань, она приживается То есть отражения однозначно нет Потому что эти исследования без клеток уже были Врачи-теоретики уже добились практического успеха в ходе проведения испытаний на лабораторных животных Поврежденный сустав этому кролику восстанавливается с использованием уже самарских клеточных технологий В течение 15 минут после операции экспериментальный пациент отходит от наркоза И в дальнейшем ученые будут наблюдать за тем, как проходит процесс регенерации поврежденной хрящевой ткани Опыт показывает, что у животного сустав полностью восстанавливается примерно за три месяца Теперь ученые уже готовы сделать еще один шаг вперед И перейти к клиническим исследованиям на добровольцах Как только это будет разрешено федеральным законом Ева Акимова, Сергей Камонин, Вести Самара